Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, 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 да Вы ближе к вечности Заходим, заходим, братья и сестры Заходим Крапезную стенку здесь Вот тут Брат Что, я? Да? А я что? А я? Меня? А за что? А за что? Ой, а я тут съемками Зачем? Так, вот трехтомник Дайте сюда Так, вот сюда положите Так Христос Воскресе из мертвых Смерть и смерть поправ Исущим во грабе живот Даровав Христос Воскресе из мертвых Смерть и смерть поправ Исущим во грабе живот Даровав Просим Батюшка здесь Спасибо Благословите Господи Иисусе Счастье Божье Молитвен Пече Матери Всех Святых Благослови нас Господи Будь милостям Грешным Господи А за все милости К нам Тебе Ищи дроты Которые Дмог Ворожаешь К нам Тебе Слава Благодарение Чести Поконя Сына Святого Бог В имени Пристав Тебе Слов Аминь Аминь Так На этой неделе В четверг Двунаддесятый Праздник Вознесения Господня И Через неделю Не через десять дней После этого дня Будет Троица То есть Я то воскресенье Буду там А на Троицу Здесь Буду Поэтому Кто там Сможете Хлебше Спеть Просто Ровно будет А хлебше Пять булочек Надо Кто сейчас Никто не умеет Через неделю Ну на Троицу Да В субботу Что было На Троицу В субботу И какой день Троицу Всегда воскресенье Какой день Чеснок Ну посмотрите Какое число Там будет Ну Ну вот Двадцать второго До третьего Через воскресенье Так что еще Сказать Ну благодарю всех За молитвы Благополучно Я вернулся Посточался С друзьями Где Попроведовал Сноху Свою Которая Что первый Идет Вот Конечно же Плохо Ну там Помолились Они Как от Долгостражных Синь Что она В ней поднимается Лежит И за ней Там шнаха Укаживает 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 Жена Сына Она Медработник Она просто Ее держит На работу Уходить Пол седьмого Жена Выходить Она работает Медработник Она после того Встает Пока ее Там обмой А вперед Там покормит И бежит Скорее Летом Сын покормит Открывает Рот Откроет Глотает Ротит Ну вот Такое А имя скажи Смотри Имя Мария Мария Егоровна У нас как мама была Мария Егоровна Так и Это жена Старшего брата Она Двадцать четвертого года Вот А брат уже Он умер В девяносто четвертом году Это что Там Шесть Тридцать лет назад Умер Шестьдесят лет было Она Десять лет была Старше Ее Все Ее Трава Ну вот так Все Все Самое такое Никуда далеко Никуда мы не ездили Я был отца И она там Поблизости Общались Съездили мы только Деревня Федора Конюхова Этого путешественника Строят деревню Походили мы И так Остались Не умели С какой целью Это строится Что там Ну видать Купили много Часовен Ну часовен Наверное Я не знаю Но больше Десяти часовен На этом Пятачке На этом пятачке Допустим Там Гектара Два земли Часовни 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 Строится Храм большой Уже Стоят указатели Улица Такого-то Улица Такого-то И бюстов Я считал Думаю Около сотни Бюстов Бюсты Такие Ну они Может быть Не бронзи Но как бронзи Они стоят На такой высоте Рядами Там И писатели И артисты И путешественники И военные Вот бюст Такой-то Там Такой-то Там Какой По квадрантам Они стоят Или как попало Ну я не понял Там еще Как такой деревни Да еще и нет Там только разбитый Вот допустим Стоит указатель Это будет улица Там Гагарина Это улица Там какого-то Путешественника Так это Как улица Будет Пржевальского Да Пржевальского Там И Там Зарубежные Эти кто там Разные Эти путешественники Там Разные Открыватели Земель Там Ну да Там всякие были Вот его не было Там Он где-то Был В отъезде Но узнали Что он готовит Ему новые путешествия Значит Его Забрасывают Где-то В ноябре месяце Или Где-то На полюс Он там должен В палатке Месяц жить В этой палатке Ну вот Там Посмотрели Там Там уже Вложено Большие Очень Скажем Миллиарды Уже В это Вложено Строят Крам деревян В эту деревню Да Да Там Ясно Что там Не Это поселение Это не деревня Ну Называется Деревня Город Казатель Деревня Пока К деревне Ехали Там Страс Съехали Там Дорога Идет Ну дорога Идет Так Вот Где дорога Немножко Поворачивает Стоит Крест Большой Дорога Сюда Опять Крест Пока До деревни Доехали Там Около Двадцати Крестов Большие Кресты Как отца Поклонная Жители Это есть Или Одни Бюсты Жители Ну там Одного Нашли Жители Ну а так Нет Там Строят Видать Эти Таджики Там Уходят Строят Это Строительство Там Идет Новый Там Закладывают Они Строят Ну Походили Мы И так Мы С тем Какая Цель Мы Так Не поняли Цель Этого Как Историческое Что Или Что Такое Вот А Вестность Какая Тульская 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 Область Район Какой Район Заокский 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 Вон Заокой В местах Хорошие Места Ну вот Самое Такое Впечатлительное Было Это Так Остались Мы Спрашивали Который Там Как Он Тоже Участник Этого Нашли Но Он Так Нам И не Сказал Еще Показал Где Там Какая Палатка Будет Его Там Вот Живет Он В городе В Москве Живет Сам Все Он Батюшка Священник Ему Спрашиваем А он Здесь Служит Он Сказал Да Кого Он Служит Так Нет Он Один Никогда Не Священник Когда Приезжает Там Откуда То Он С ним Говорит А Какой Он Служитель Не Знает Ничего Ни Службы Ничего Ну Вот Такой Путешественник Такой Был Там Был И Я Понял Что Часовня Потому Что Там Стоит Такой Как Написано Двери Часовни Не Закрывайте Чтобы Ласточки Залетали И Вили Там Гнезд То Я понял Что Часовня Для Ласточек А Я Не Долг Да Он На Четыре Гнезда Ласточки Свили В Храме Залетали И Свили Жили Выводили Часов В этом Году Не Знаю Открыл Поехал Будет Или Нет А Там Прямо Так Чтобы Не Закрывайте Двери Чтобы Ласточки Могли Залетать И Вылетать Одна Только Святитель Николая Где Там Вроде Служба Как Совершать Маленькая И Все Так Нет Но Строительство Конечно Там Это Уже Вложено Большие Средства Очень Это Поэтому Не Он Он Это Фонд Какой Нибудь Там Такие Да И Все Часовки Там Уже Как Бо Раскуплены Там И Все Там Ну Такое Люди Не Простые Тебя Не Примут Если У Тебя Там Нет Что То Такого Да Существенно То Тебя Не Примут Там Просящих Не Будет Наверное Просящих Там Не Будет Наверное Как Просящих Просящих Ходят Просят Милость Помоги Там Таких Не Будет Наверное Но Я Не Знаю Будет Или Нет Мне Говорила Одна Которая Она В Дет Все Остались Они Сироты С Матерью И Мать Их Посылала Ну Чтобы Чем-то Попитаться По Дворам То Мы Никогда Где Богатый Двор У кого Там В этот Двор Не Заходили Там Могли Собак На Нас Пустить А Заходили Видим Где Там Хата Покосившаяся Видно Что Туда Заходили Нам Обязательно Дадут Картошечку Сухарик Дадут И Мы Приносили А Богатые Двор Обходили Эти Двор И Не Заходили Вот Так Всегда Так Кто Нуждается Он Думает Что Все Так Живут Как Он Все Так Живут Как Один Говорит Надо Чтобы Так Жить Надо Первый Миллион Украл Первый Миллион А Потом С Этого Начал Разместить А дорога Асфальтированная У них Нет Асфальтированная Нет А без асфальта Ехать километров Наверное Может быть 15-20 Вот Она Идет Так Дорога А там Местность Такая Вот Так Волнистая Волнистая Местность Не как У нас Ровная Ровная Лога Все Глянешь Ровно А там Нет Она Все Так Местность На Каждый Повороте Крест Стоит Как Поворачивать Крест Большой крест Там Метра Три Четыре Наверное Высокие Такие Кресты Стоят Здесь Ну Вот Пишут Что там Будут Музеи Галереи Гостиницы Библиотека И Это Там Будет Большое Место Для Туристических Слетов А Также Детский Лагерь Для Выживания Ну Вот Он Выживает Там Везде Школа Выживания Будет Дети Приезжать Это Если Гимназия Вот В Туре Нет В Москве Гимназия Василия Великого Называется И вот Там Были Дети Их Человек Может 30 Мы Остановились Они Как раз На Баня Построена Баня Агрократическая День Мы Леся Бани Там Ну И Там Недалеко Река Ака Там Они Купаются Ну Вот Для Этого Какой-то Центр Будет Там Улицы Все Улицы Где Будут Улицы Там Название Улиц Уже Стоит Улица Такая Это Будет Улица Такая Это Будет Ну И Деревня Называется Я Деревня Ну Как У У нас Деревня Какая Цель Была Возрождение Деревня У нас Цель Когда Регистрация Возрождение Деревня На Православных Христианских Заповедях И Старинных Луч Старинных Благочестивых Обычаях Вот Все Для того Чтобы Люди Кто может Прийти Земля Есть Работать Там А там Этого Мы Не Увидели Люди Приезжают С деньгами Поэтому Ну Бюсты Бюсты Я думал Один Потом Считаю Я считал Считал Насчитал 30-40 А потом Уже Обратно Развернулся Забыл И все По крайней мере Скажу Точно Это Больше 60 Бюстов Они так В одном Месте Идут С другой Стороны Это все Бюсты Святая Русь Ну да Ну там все И военные И путешественники Это Высоцкий Там Я заметил Там Гагарин Бюст Гагарин Ушаков Ушаков Там Суворов Ну и Других Там Артисты Еще Заменитые Как Наш Этот Евдокимов Евдокимов Золотухин Шукшин Шукшин А Николая Второго Не было Николая Второго Не было Был Я Бюст Его не видел Бюст Не видел Там Заходишь В одном Месте Где Там Портрет Большой Обязательно Елизавета Это Княгиня Варвара Елизавета Там ее Бюст Ну вот Такие Разные Монаха Там Сергия Радоневского Ну и Другие Такие Ну вот Так Ко мне Какие Есть Вопросы А то Собираться Дорогу Будет А А вы Едете С кем Да Вот Берут Меня Учащенники Без батюки Мари Поедет Повезло Мне Ну что Вопросов Никаких Ко мне Тогда Дальше Продолжайте Собрание Если я Упокоился Они уже Собрались А я Еще Нет Собираю Спасибо Дени Да 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 Деяния, 16 глава, с 16-го по 34-й стих Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сие человеки рабы Бога Всевышнего, Который возвещает нам путь спасения!» Она это делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа, повелевая тебе выйти из нее!» И дух вышел в тот же час, когда господа, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь начальника. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Толкование. Что это за демон? Называют его по месту Богом Пифоном. Он хотел ввести апостолов в искушение, иначе это та женщина Пифия, о которой говорят, что она садилась на треножник Аполлона, раздвинув ноги, и что злой дух, поднимаясь из углубления, находившийся под треножником, проникал в нее и приводил ее в иступление. Тогда она приходила в бешенство и спускала изо рта пену, и в состоянии такого иступления произносила бессвязные слова. «А дух нечистый, если ты знаешь, что они возвещают путь спасения, то почему не удаляешься их?» Быв возбужден и взволнован, Павел заградил ей уста, хотя она говорила истину. Он научает нас не допускать к себе демонов, хотя бы они принимали вид, что защищает истину, но преграждать им всякий повод соблазну и не слушать ничего, что они говорят. «Если бы Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то последний обрастил бы многих из верующих. Поэтому Павел на первый раз только не принял, а отверг его свидетельство, не желая увеличивать числа своих знамений. Но когда дух упорствовал, тогда Павел повелел ему выйти из Атраковицы. Итак, дух действовал коварно, Павел же разумно. Везде виной зла деньги. В видах обогащения господа Атраковицы желали, чтобы она одержима была бесом. Посмотри, они и демоны не хотят знать, но поглощены одной своей страстью – сребрелюбием. «Демон говорил, что они возвещают нам путь спасения, а господа Атраковицы говорят, что они завещевают обычаи, которые не следует принимать». Деяние 16 глава, 22 по 34 стих. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одеждой, велели бить их палками, и, дать им много ударов, вверли в темницу, приказав темничному стражу крепкости речи. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колону. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слышали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страх, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не дело себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал дня, убежал в темницу, и в трепетии припал Павле и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом к вам». И проповедовали Слово Господне ему и всем бывшему в доме его. И, взяв их в тот час, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и воздравился со всем домом своим, что уверовал в Бога. Толкование. Творить чудеса и учить было делом Павла, а в опасностях принимал участие с ними сила. Прими к сведению, что и демоны знают о том, что распятый Иисус есть высший Бог, а Павел раб его, что сам он утверждал, говоря, «Павел раб Иисуса Христов». Римлянам 1 глав 1 стих. «Темнечный сторож пробудился, и отворились двери. Та, что случившееся, изумила его. Но узники не видели этого, иначе в стене бежали бы. А чтобы сторожу не показалось, что это случилось само собой, последовал след за землетрясениями то, что двери отворились, свидетельствуя ему о необычайности этого явления. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И в темнице не давал себе такое Павел. И тут он привлек к себе темничного стража, и совершил это прекрасное пленение. «Страж омыл раны, а сам омыт был от грехов и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога, хотя и ничего не получил, кроме благих слов и благих надежд». Комментарий Игнатия Лапкина. «Учить было делом Павла. Что же сегодня является общим делом церкви и особенно священнослужителей? Люди знают слово «литургия», но помнят ли и знают ли, что «литургия» означает «общее дело» и что этим словом пользовались при кораблестроении. Корабль одному не построить. И как удачно святые отцы воспользовались этим известным для приморских жителей словом. «Жизнь наша есть море, церковь – корабль, а дело и притом общее дело – это созидание святых, наполнение церкви корабля, а это возможно только через проповедь. Вся жизнь наша должна быть живой литургией, живой проповедью воскрешем Христа, словом и самой жизнью. Павел был кормчий, учить было делом Павла. В этом кораблестроении, начиная со Христа, должны участвовать все, то есть быть благовестниками любви Божьей, и учить незнающих о спасении, свидетельствовать людям о пролитой Христом крови. Это должно быть делом каждого христианина». «Богу нашему славу, Олеги!» «Аминь!» «О болящих...» «Написали записку, упоминали?» «Все те же все. «Михаил Петрович заболел тоже. Михаил Петрович?» «Простыл, да». «Простыл?» «Вообще надо посетить его, и Сергей Пекут. Тревожно, потому что время такое, когда у него всегда возникает просидив. Поэтому посетите его кто-нибудь, кто сможет посетить? Как бы там для этой простуды...» «Да, он сказал, два дня под дождем работал и простыл. «Ну, все равно посетить надо». «Ну, хотя бы позвонить на связи...» «Сергей сказал, у него что-то с головой, что это такое, не знаю». «Сергей?» «А, у Сергея самого?» «Или про Михаила он сказал?» «Нет, это Сергей, Сергей Сергеев. Он хотел ехать уже, потом перед самым поездкой позвонил. Он у меня, говорит, что-то здорово, Игорь, ты не могу. Но он, да, тоже участвовал в работах, так что вполне у нас проспитив. «Ой, я встретила...» «Знаете, что сейчас вспомнила?» «Встретила Василия Николаевича вчера по дороге. Я все хотела... Тут такие были люди возбудились о том, что зачем ролик сняли, что деньги отдали человеку, его сейчас, ну, украдут у него деньги, но это небезопасно. Вот, хотя он сразу же пошел их положить на счет в банк. Вот, и я все думала, увижу его, если вот он же ходит гулять там по дороге, то остановлюсь и спрошу, как, ну, у него судьба этих денег, да, куда он их дел, да, и как, что он же хотел уйти из этого дома-интерната. И вот вчера еду, смотрю, идет. Вот, я остановилась, подошла к нему, поздоровалась, все, он... Он, оказывается, там совершенно случайно шел, он уже переехал, он уже не живет в этом доме-интернате. А куда переехал? Где-то в спутнике или какие-то спутники есть, эти поселки или что-то дачные. Купил домик, сказал, что домик утепленный, в нем можно зимовать, там участок, теплица. Он посадил огурцы, помидоры и перцы в теплицу, а ему всю рассаду дали соседи. Ну, то есть, наверное, думали, такой работящий тут мужичок появился. Он их даже посадил. Я говорю, ну, теперь за ними же ухаживать надо. Ну, он такой вроде, ну, да, да. Я говорю, а тут тогда как оказалось? То есть мы с ним случайно. Я подумала о том, как бы мне его встретить. И вот он идет. А он пешком из этого спутника пришел в дом-интернат. Какой-то его сосед по его вот этой комнате хотел с ним заключить договор аренды участка, что он летом хотел бы вот в огороде где-то работать. Ну, сидеть в пансионате ему скучно. И вот он с ним приходил, насчет этой аренды договорился. Василий арендарь. Он сам-то работать не будет. Он же знает. Василий не арендатор. Он арендодатель. Да, это да. Он арендодатель теперь. Ну, не знаю, встретился он с этим человеком или нет, но вот я с ним встретилась. Вот надо было в этот момент мне ехать, и мы с ним столкнулись. Так что все, деньги, брат ему помог найти этот домик. Никуда деньги не потерялись, не украли. Все в порядке. Ну, наверное, подписать в комментариях, что все, он уже... Я за тебя рад. Молодец вообще. Молодец вообще. Просто молодец. Ты сейчас серьезный, не сарказм? Сарказму, конечно. А что ты... Ну, что, надо было не остановить, а что попроекать? А, заклубь сейчас. Ну, ты же не знаешь... Ну, что это такое? Нам интересно было. Ты же не знаешь, какие пошли эти разговоры, что ролик даже убрали, потому что стали братья из Содружества писать, потому что Володю, Василия, украдут деньги. Все понятно, понятно. Еще болящие, кто у нас еще болящие, нуждающиеся в помощи нашли? Любовь Петровна, как? Ну, так же, молиться за нее. Молитесь, чтобы духовной силой и физической Бог дал. Помоги, Господи. Брата Николая, 14-го, Пальбуева госпитализируйте, что мы на 50-е днем. Надежда останется. А в какой он будет терапией? В кардиологии. Да, в кардиологии. Там выделяют на бой сцентрированием, но это в ходе обсуждения выявлено. Как дела у тебя? Расскажи. Хорошо. По сути, учеба уже сама по себе закончилась. Сейчас идет месяц на написание диплома. Я его уже написала, я его уже сдала, получается, на руки комиссии. Они должны будут его пересмотреть. Уже отзыв, ночь на руководитель написала. Осталось мне, ну, только доделать, собственно говоря, доклад и презентацию к нему. Получается, 19-го числа я буду сдавать, и 28-го у нас будет включение дипломов. И потом в первых числах июля аккредитация. Ну, и у меня лично по операционному делу еще где-то в сентябре аккредитация. Предложения по трудоустройству были уже? Важно наверняка были, как только там. У нас колледж гарантирует трудоустройство, поэтому мы соглашения о намерениях водоустройству должны нести в какие-то организации и подписывать. Я отнесла в БСМП один, там поговорил с главным врачом, он все подписал. Я даже не в курсе была, что она сходила. Так, еще, брат, как у тебя дела? Ты вообще не разговариваешь, если на то пошло. Отучился, все, перешел на третий курс. Я на третьем курсе учусь, снова вышел на работу. Практика только что-то, буквально на этих выходных закончилась, производственно. Отчет сдал, все, сейчас будет подготовка к сессии, все. А практику где проходил? По практике, у меня же производственная практика была. А где проходил? У вас отчет называется, да? Да, отчет по практике, именно так она называется. Она здесь недалеко проходила. Ну, где в автосервис? Да, в автосервисе. У нас просто висели все. Да, в автосервисе. Нет, в автосервисе это четко в практике. Ну, ты же руками делал и должен записать, да? Нет, там надо было, получается, в городе это все сделать, в таблице дополнить, отнести на подписи, там их было очень много, и поставить печати. Это надо было все еще распечатать. А ты, в чем заключается, ты сам последовательность эту составлял или? Нет, нам пример скинули, была сама. Ну, короче, сам думал, да? Да. Ну, нормально, это хорошо. Так. Господин, к вам слово здорово. Мы уезжаем сегодня. С Богом. Сегодня исполняется ровно 85 лет, как я родился. День рождения завтра. Это уже пойдет, наверное, до вови. Прошу всех прощения. Как бы прощаюсь, и может навсегда. Бог милует. Так, Андрей, позови сюда. Заходи. Андрей Игоревич, пойдите. Этот брат Андрей очень сильно помог на этой неделе. Приезжали двое у нас в Красноярске. Помогли с домом. Закончен ремонт. Ничего больше не надо. Андрей бетонную мешалку прислал, которая мешает. Кроме этого арматура, такая какая-то новая. Ну, все такое. Они действуют одинаково. Одинаково. Это нашла и... Сильно я нуждался в контейнере. Видели, какой контейнер? Это не просто так. Он обошелся один контейнер в 200 тысяч. Это морской. Его цена где-то 178 сегодня посмотрел. Так что большие машины. И у них кран. Высота его 42 метра. 15 этажей. Которые большие провода. Он через них подвесил. А мы заранее подготовили. Брата я хочу отблагодарить. Кресту православию. Трехтомник Нового Завета. И четырехтомник проповедистих. Спасибо, Христос. У него новая хата. Пусть обновляется. И если еще у меня будет семитомник, то уже приложу. Его помощь была неоценимой для нас. Это невозможно. Видели, сколько было щебня? А потом мы еще это перекидали своими силами. Но ремонт закончен. На этом все. С ремонтом закончено. Уезжаю. Но у меня остаются голуби. Я в прошлый раз сказал вам остаться. Вы не слышали, Виталья. Сергей Пупков был. Михаил Корюковцев. Как корова свезду. А нету? Ну, что-то терпит. Но ни птиц, ни звери не терпит. И надо в воду подать. А их выпускать нельзя. Они там закрытые. Мне нужно сегодня еще два человека на контроль. Пойдешь? Нет, Игнатьич. Я не смогу сделать. И ходить не каждый день. Только позвонить. Почему их нету? Кто-то заболел, кто-то еще. Кто еще мог бы помочь в этом деле? Сил нет каких-либо разницы никакой нету. Вот я уезжаю. Но Любовь Михайловна туда не полезла, а по лестнице. Нужен на контроль. Просто звонить, узнавать. Если уже явно, что... Кому звонить, Игнатьич? Если никого нету. Кому звонить? Голубям. Я сегодня уезжаю. Значит, а что? Никого не оставил. Хотя я оставляю. Собой заберите. Собой в петеревку. Показать там только, что нужно делать. Там все минутное дело. Воды мы туда 25 большие бутылей туда занесли. Пшеница рядом. Только... Показано там корвушки какие-то подобные. Простенькое дело. И вот сегодня он встал. В ровно в один час ночи. Больше времени ложился. И падал. И падал своими силами. В час ночи. А почему? Чела необходимы были. Птица пока спит. Мне нужно было заметить, какую я беру двоих. Кто может помочь? Кажется, я говорю, какую сторону голову отложить. Никто. Маленький пример. Напротив Глушковых. У нас там есть одерков. Матушкина называется. Я возвращаюсь один раз. Смотрю, там доска большая. Я говорю, а кто? Катя Глушкова, старшая дочь. Она решила на ней плавать. Ну, кто будет плавать на ней? А я только что с таким трудом достал доски. Я сразу же стал делать плод. 144 бутылки, 6 мешков под них. Плод настоящий, сограничителем. На той стороне скамейки. Все сделал. Вызвал Катю и сказал, ты старшая. Я попрошу, не отвлекайтесь. А ты никуда не денешься. Ты старшая, и кто в деревню сдумает, ель. А потом через велосипедов, через... Любой пруд проезжает. А там сидят двое. Муж с женой. Лоят рыбу. А муж осуждает меня. Вот, в чем попало делать? А ты бы стал дать, да никогда в этом все и разница. Вот весь ответ. А мне не просила. Не то, что там хорош или что-то. Она просит. Ей интересно, почему не сдвинуться на это? Сколько таких событий было у нас, когда я директор, 45 лет в лагере. Ответственность за каждого ребенка. Проверка идет. Санэпидемстанция, Роспотребнадзор. 45 лет. Один год было... Три уголовных дела против меня возникли. Уголовное дело это тюрьма. Когда я вернулся, все были разгромлены, никого нет. Где опыта жизни будет у тебя? Простое дело. Накормить голубей. И накормить через день. Все сделано так, что будет. И вот сколько сидит, братьев. Вы мой голос не слышите. Вы бы наоборот кого-то послали. А можно я тоже буду? Нет, брат, не расторопишься. Это отношение к проповеди, все в этом заключается. Малый в малом не верен. Надо большим кто поставит тебя. Ну не скажешь, что вот Игорь Владимирович ехать, когда он ходит с двумя подпорками. Ну, маленько так гляну. Ну, не она же, Галина, пойдет. Да я могу, я могу. Патриотично. Есть это. Так. Я еще могу. Кстати, молодой, здоровый, крепкий. Как дома по гостингу по деревьям рядом. Ну, придешь на помощь или нет? Я на пятый этаж, как зайдите. Тогда надо будет сейчас пройти. Супердель. Я попрошу, после как заходишь сейчас, зайти. Я покажу, что делать там всего. Позвонить, побудить. Поможешь или нет? Знать, Игорь Владимирович, я занимался, я знаю, что это не так просто. Во-первых, во-вторых, звонить. Кому звонить-то? Ну, я голодам буду звонить. Ну, смотри. Как назвал, сидел бы так. Так, давай, как будто первый раз. Мы идем на проповедь, где везде грозит опасность. Выйти сегодня на проповедь, это подписать себе смертный предовор. Туда-сюда, это два часа. Мы прошли все государства Европы, Скандинавия, Прибалтика, до Тихого океана, дошли до Атлантики. Матсульманские страны. По-разному люди относятся. Надо идти. И при том, ты ходишь не в один день, вернешься. У нас растянулось на три года. 120 тысяч километров. Каждый день, где ночевать, сколько людей, какая угроза. Нас никто не заставляет. Внутренний огонь должен быть. Это мертвая зона. Я на кладбище пришел сегодня. И прощаюсь с ним. На самом маленьком. Мне нужен этот контейнер. Мне он зачем? Готовится выпуск, которого ждут люди здесь и за рубежом. В какое время? Не ночью. Я спрашиваю, кто может помочь? Игорь Тихонович, ну сколько будете нас держать уже? Давайте попрощаемся. Что творится? В прошлое поколение ушло. Ну конечно. Если нужно, то там где-то. Человек встал и каждый. Ну как было, кто в разведку пойдет и шагнули все. Знают, 15 раз посылаем по 8 человек и ни один не вернулся. Немцы не спали там. Кто? Все шагнули вперед. Вот как. Ну у нас как-то по-другому тогда было. Владимир с нами туда езжает. Без наград не оставляем никого. Так, подумайте. Мы в 12 батюшка поставили норму, в 12 выезжаем до 12. Мне нужно показать всего лишь, как заходить, как дверь закрывать. Это требуется всего несколько минут. Вода там, зерно там. Зерно через день давать, воду через день. Сергей Павлович выздоровеет и сделает. Нет никого. Не будет его. Третий день уже нету. Так и делается. Хотя бы один позвонил. Михаил позвонил. А то никак. Был и нету, растворился. Он болеет. Раздуло ветром. Об этом состоянии другой вопрос будет. У кого есть слезы, научитесь плакать. Извинуть с места. Мы едем сейчас. Вот это наши клиенты. Мы едем, а там обстановка по теряльке. Ну, смута. На старинных благочестивых обычаях. А там есть люди, которые на старинных дьявольских обычаях. Не скрывают перед людьми и говорят, мы знаем, как уничтожить потеряльку. Хотя для них это там место. Это не все. Интернетное Содружество как разружество. Где бы какая подлость не случилась, они уже там. И где-то Бог поставит точку. А мы только молимся, благословим Господи. Они не знают, что худо творят. Сына Божия распинали. Сегодня распинали тех, кто идет за ним. Считайте 5.12 Матфея. Когда будут вас гнать и злословить за имя мое. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Бог дал им только возможность прийти венцы для других. У них ничего нет. Смерть внезапно наступает. Про молодых и говорить не надо. В один день не посмотрят никакие. Все сметут и поведут. Так. Я в прошлый раз говорил об этом. В стране у нас наметились изменения. Внезапно поставили не военного. Георгий военный министр. Белоусов. Андрей Ремович. Я только один раз глянул на него и сказал. Немало идет. Буря. Он не военный совсем. Самых главных военных уже арестовали. Под судом сидят. Тюрьма поглотила сколько уже генералов. Ему такая опасность грозит. Можешь молиться или нет. А в это время я был в отделе юстиции. Все, чего мы добивались. Теперь зафиксировано, что у нас община здесь. А то не просто было. Любовь Николаевна за руку водила. Посягательство, что этот дом будут убирать, строить где-то. Надо было ходить. Наконец городская администрация. Администрация берется от отдела, никто не тронет. Благодаря ей. А я выезжаю. Готовый дом. Все есть. Но не будете завтра в другое место. Квартира. Это большое дело. Мы уезжаем. Значит, нам нужна молитва. Но впереди нас поставьте этого Андрея. Ему грозит огромная опасность. Все военные на него. Дума восстала против него. Центральный орган. Он никого не боится. Нарисовали два фотографии. Поставили кто рядом с Суворовым. На Суворово похоже. Что удивительное дело. Есть информация, что он к лиру принадлежит. Он экономист. Он разоблачает, скольких людей погибло сейчас там, где операция идет. Которые неоснабжены были. Бросали пищи нет. Так он верующий человек. Он к лиру принадлежит. Да. Верующий человек он. К лиру принадлежит. Ну, в общем так. Я везде прошу. Включите его в молитву свою. В след за президентом. Там Мишустин, Михаил и Андрея. Все время поминайте. Ночью на молитву ставьте. Он очень нуждается. Для нас помощь идет оттуда. Через Господа. Я о чем говорю. Мы уезжаем. Что будет? Как удивительно Бог устроил это. Главное, мы уезжаем. И батюшка с нами едет. Это не по правде. Мы не должны в один транспорт садиться. Не должны. Ну, так вот случайно посадимся вместе. Едут с нами вот два юных младенца. Мы берем с собой. Вот новая сестра приехала. Вы знаете. Вот смотрите сколько. Как мы еще загрузили. Дальше. Совершилось почти чудо. Все годы. Я ездил. Я не знаю. Где в Пронсельдайсе. Кто что может. На лагере. Ну, бывает. 20 килограмм муки дадут. 20. Это хорошо. Божьим чудом. Через голубей. Бог свел меня с человеком одним. Не выскажешь. Она меня один раз только увидела. Что нужно? Я пишу. Мне нужно 12 мешков по 50 килограмм первого стола муки. 180 килограмм растительного масла. Сахару 120 килограмм. Я не знаю. Она говорит. Напишите, что вам нужно. И это делалось где-то лет 15. Один раз приезжают. Разгрузили. Вот разгрузили. Каждая фляга 38 литров. Запломбировано. Что это такое? С пасеки мед. Я не заказывал. Тот, кому вы заказывали. Она говорит. Нету. Сахара нигде. Езжайте на пасеку. Купите. Я заплачу. И летите туда. А то вообразить даже нельзя сегодня. Фляги. Еще одна не вся растрачена. Помаленьку даю. И вдруг в прошлом году оказывается ее удалить. Это видео повысили. И она там помешку дали. И все. И вот время подходит идти. И вдруг с организацией мне звонят. Она оттуда опять меня нашла. И сказала. Узнаете, что ему нынче нужно. И вот закупают в другом регионе. Здесь нет этого. Какие там рожки, манка, овсянка там. А какие люди. Обратились даже к депутату военному. Привезти. Я говорю. У нас нет овсянки-то. Два дня не прошло. Привозят четыре с половиной тонны. Тонны не килограмма. И как мы раздавали. А он депутат. Меня в глаза так и не видел. Какие люди-то. Вот я в городской, это, краевой администрации. В краевой. В это время заходит какой-то человек. А мне знакомый сидит. Я говорю. Нам одеяло хорошее надо. Он так голову повернул. А рядом стоит человек. Он тоже случайный. Слушай, ты помирать думаешь? А тут думает, что такое. Вот выйди с этим человеком, поговори, что ему надо и сделай. А он видит меня первый раз. Иван Иванович. Он вышел, когда я ему рассказал. Так и так. Нам нужно примерно 60 одеял. Какие, чтобы были теплые. Ну и все остальное он записал. Никогда меня он не видел. Какие люди. Я говорю. Не где-то здесь, на Алтае. Ну и все. Он сразу поехал в магазин. Договорился там, чтобы закупили материал. Шири, синтепон. Ну там одеяло вообще теплое такие. И все. Это бесплатно. Нужны нам гвозди. Направили к нему. Директор что-то еще шелкнул. Я не знаю. Говорит, туда он зайдешь за угол. Там делают. И они у меня полтонны. Даже вообразить невозможно. Какой народ. Я для себя ни одной копейки. Ни одного грамма. Нигде не взял за всю жизнь. У меня нет этого. Кто со мной жил, им муха со мной жить. Вот они купят молоко или что-то такое. Я не беру. И у меня денег нет. Я обойдусь без этого. Еще раз повторяю. Это благодать Божия действует. Я говорю. У меня за голубями. Посмотреть, накормить. Кто согласится еще? Игнатий Иванович, ну хватит уже. Так, вы же брать потерь и пожалуйста. Может быть я говорил не зря. Действительно сейчас там где-то кольнет его по сердцам. Ну, кольнет вы и море. Подходит ли? Ну, вы подумайте потом. Потом уже поздно будет. Как заходить? Виктор Андреевич, пройди со мной, только я покажу, чтобы ты мог другим передать. Я все знаю, Игнатий Иванович. Не надо. Сейчас другое совсем. Я просто не смогу сюда приезжать. Это вам... Приезжать не надо. Несколько минут. Я знаю, что несколько минут. Но приехать сюда и обратно это два часа. Я сказал, только им сказать людям, которые согласятся. Кому? Кто не согласится. Если никого нет, я кому говорить-то буду, Игнатий Иванович? Показать, как теперь сделана вода, что она не загрязняется. Кормушек у нас не было. Хорошо, я с вами схожу, только скажите, кому сказать. Мне только показать, чтобы кто-то... Ну, покажите мне, а я дальше, кому буду говорить. Ну, кто-то там был, чтобы я знал, что один сейчас знает. И кто-то пришел к тебе, проснулся и сказал, вот так и так, и все. Я только посмотрю. Ходить я сюда не буду. Посмотрим. Знаете, как говорил Шариков-то? Коты, слоны, что сравнивать? Так, голуби и все остальное. Что это? Какое сравнение? Голуби. Лучше было бы всего забрать, и... Котов вы забираете, и голубей забрать. Какая трудность-то забрать их туда? Ну, да. Есть трудности? Все, их больше нету. Почему нету? Да потому. Потому что у него дом один. Это единственная птица в мире, которая летит к дому. А до дома далеко она не долетит. А у меня, тем более, новая взятая. Единственная в мире птица. И в Первую мировую, их специально были такие, у немцев двухэтажные. Они где-то там воюют, их берегут. И говорят, нам срочно нужна помощь. Туда записку там, кольцо у нее. А с любой позиции они идут туда. В закрытом виде увезли голубку в Японию. И она в Москву вернулась через три года. Это вообще необъяснимо, какие там голуби действуют. Это голуби. Никуда нельзя. Я должен просто выкинуть их, и все. Так, Игнать Тихонович, будем завершать. Я с вами схожу, посмотрю. Кому нужно будет, скажете, кому позвонить, я позвоню. Будем нанимать. Да. Но, дорогие мои, многое лето, Игнать Тихонович. Чтобы эти лета были не в тягость его, но в здравии душевного телесного. Еще многие труды... Многое лето, многое лето, многое лето Многое лето, многое лето Спаси Христе Божий, спаси Христе Божий На новое место В прошлом Аминь На будущее, милость Твоя, Господи, на день и день, если хватит Господи, защитировали нас надшественных племенников от внутренних рас При беззаконии, которые втайне останови делающих зло Просвяти правители стороны наши, чтобы принимали мудрые законы И всех начальствующих также просвяти и защити Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественное любовство коснулось каждого сердца Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небережении Своем И проповедуют смело и инославным Твоим об Иисусе Христе Господи, праведно суды Твоей над России за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченностью Твой Библии Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Ягова Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Ава, Отче, Господи, научи нас семикратно в день Представлять Тебя за суды и правды Твои Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица Отец, Сын и Святой Дух Аминь Милостивый Господи, прими нашу молитву в оздяние рук, как жертву вечерию благоухания, приятная перед престолом благодати Твоей Божией И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле Ты, Бог, сотворивший этот мир, сохраняющий его как зиждитель Ты, Господь, знающий все прежде бытия Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них Спаси их, Господи, и помилуй, и о незаповедавших взываем Положи им на сердце твердо верить в то, что покаяние возможно только на земле Покаяние, приносящее прощение грехов, нет за гробом, неприемлемо Тобою Слава Тебе, хвала Тебе, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой Аминь Аминь Спасибо, Христос Так хорошо было с вами в этой жизни Помидоры на веранде Подарочек Спасибо, Христос Спасибо Слава Тебе, ты по твоим писать Я могу принести Очень, очень Посмотрите, что ты едешь Один раз Андрей Никто не остается Давайте